всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале хочу сегодня сделать для вас расклад название которое вы видели тайны души что она делает на планете данный расклад предложил александр невский за что я ему благодарна и за комментарии я всегда люблю людей которые знаете очень уважительно относятся к другим людям тем более когда не знакомы лично да то есть когда нету личного какого-то взаимоотношения и высказывание по отношению к другим людям да она очень такое корректное и уважительное и вот я это качество очень ценю и то как пишет александр всегда предлагает идеи в каком формате это преподносится и описывается мне очень очень симпатизирует именно поэтому и неоднократно в комментариях когда он предлагает какие-то идеи благодарю тем более что темы действительно интересные хотя я стараюсь все что в контексте души быть немножечко настороженной по причине того что он все-таки расклады общие но будем надеяться что каждый все равно услышит то что необходимо ему на данный момент и так александр предложил два расклада один из них я делаю сейчас называется он тайна души что она делает на планете не знаю мне нет готовых вопросов которые будем рассматривать поэтому как пойдет в потоке до получится получится не получится не получится поэтому я даже не знаю что ожидать нахожусь в таком открытом состоянии но давайте все же попробуем позиции вы видите перед собой начиная с голубого камешка это первая позиция но и дальше по порядку тайм-кода есть в описании к видео также есть в описании к видео список раскладов моего канала можете зайти посмотреть какие расклады есть и все контакты необходимые для связи со мной и также описание когда меня спрашивают о курсе древа жизни я не перестану его хвалить не потому что это мой а потому что он действительно получился бомбически из там колоссальное количество энергии было вложено очень много знаний глубины вот знаете тот момент когда твой продукт нравится тебе в первую очередь это тот момент когда ты под кайфуешь от тех знаний которые ты передаешь мне в первую очередь это было полезно поэтому я так вот как это с трепетом и с любовью о нем говорю хорошо давайте приступим время было предостаточно и так позиция номер один голубенький камешек давайте попробуем разобраться что ваша душа делает на планете смотреть будем на колоде небо и земля есть у меня в сторонке колода тару привидений и тару шаманов по энергетике одна больше нам будет говорить о скорее всего о площадках воплощениях как-то вот именно состояние души обе обе колоды они разные но они говорят именно о состоянии души возможно я им буду пользоваться как-то захотелось отложить что делает ваша планета о что делает ваша душа на планете однозначно души наши проходит какой-то опыт иначе бы вы не выполощались и начинаем с первого с первого аркана который выпал пятерка педаклей пятерка педаклей в соответствии опять-таки с древом жизни показывает нам сферу гибуру это достаточно такая жесткая но справедливая сфера ей соответствует планета марс поэтому изначально пятерка педаклей нам говорит о каких-то кризис ных моментах которые вы будете претерпевать то есть вот говоря об опыте именно ваш он будет связан непосредственно с тем что вам нужно будет адаптироваться на планете земля это будет с одной стороны достаточно сложно очень много моментов будет болезненных много утрат одно из качеств сценарий которых вы должны будете проработать это самобичевание это жертва приношения это нарушение баланса отдачи и принятия урок который у нас проходит их много по пятерке педаклей это вот вообще все пятерки они достаточно такие жесткие карты вот пятерка педаклей она будет высвечивать в вашей жизни будут такие ситуации когда вы будете вкладываться и не будете получать никакой отдачи от других людей когда возможно вы будете создавать отношения с людьми которые которые будут отличаться каким-то образом от вас да они будут меньше в какой-то степени вас это может быть разница возрасте разница в каких-то вероисповедания в культуре это могут быть люди и я не говорю только про отношения в общем да это могут быть люди которые которые вы должны будете повезти за собой это будут люди когда у вас будет просыпаться вот это вот чувство мне жалко да я хочу помочь я хочу вложиться в этого человека но что что бы у вас не происходило будет очень много кризисных очень много болезненных ситуаций когда вас будет лишать да то есть пятерка в соответствии со сферой гиббурей она всегда будет говорить о каких-то лишениях о каких-то страданиях мучениях почему потому что когда мы к чему-то привязываемся и нас лишают это как будто бы срывает маски с нас более глубинный урок по пятерке педаклей будет заключаться в том что вам нужно будет понять свою ценность научиться не привязываться к другим людям быть как-то знаете независимым что ли хочется сказать слово суверенитет придерживаться каким-то своим правилам и куча иллюзий здесь будет высвечиваться подсвечиваться тем шаблоны и убеждения которые вам будет передаваться с детства в вашей семье в которой вы воспитываясь здесь на протяжении всей вашей жизни будут периодически вам подсвечивать и говорить что мир меняется жизнь меняется а убеждения вас остаются одни и те же и надо их разрушать то есть общий принцип разрушения убираем все лишнее все что не нужно и когда вы будете сопротивляться каким-то лишением то либо потому что у вас забирают вы будете впадать в уныние это еще одна такая вот модель проявления темных качеств вашей души опять-таки все что я описываю это уроки которые вы должны будете проходить и это будет на протяжении всей вашей жизни это не только один момент знаете такой вот хочется сказать путь некого такого мученика с одной стороны либо страдальца с одной стороны вот через эти страдания вы будете крепнуть ваша душа будет шлифоваться конечный итог прийти к равновесию и самодостаточности что значит самодостаточность это когда человек принимает все свои теневые аспекты и уже не опирается на мнение других людей а исключительно на свой опыт когда он приобрел некую такую самость то есть есть внутренний стержень в соответствии с которым я двигаюсь по жизни но это не некая такая жесткая как бы так сказать убежденности права правота моя нет а как раз таки вот умение адаптироваться но при этом не теряя своей собственной какой-то сути и с одной стороны а с другой стороны не выпячивая да то есть не показывая свою индивидуальность быть в единении не в разделении а именно в единении и вот вы к этому будете идти по крайней мере это задача ваша главная задача и сразу выпадает два великих аркана аркан влюбленный и аркан солнца конечном итоге вы должны будете прийти вот к этому солнцу да к этой самости когда я четко понимаю свои теневые аспекты и я их принимаю то есть понимаете в вашу жизнь она не будет опираться на внешний мир по крайней мере не должна опираться на внешний мир да внешний мир люди я имею ввиду ситуации это будет некие такие подсказки на вашем пути на что нужно обратить внимание но главная задача обрести знаете гармонию между личностью и индивидуальностью я понимаю что я сейчас говорю абстрактные такие слова и они могут быть непонятны я постараюсь вам объяснить личность это та часть нашей души когда мы говорим о душе которая умирает при смерти нашего физического тела это непосредственно тонкие тела которые связаны с физическим миром то есть это физическое тело наше это эфирное тело это астральное и ментальное это то что отмирает но у нас остаются еще три тела более высокие которые не отмирают это называется индивидуальность то есть это такая суть другими словами мы говорим это и есть наша душа которая при перерождении она никуда не девается то есть вот память наша о прошлых воплощениях кем мы были это и есть та бесконечная часть кто-то ее называет душой так вот наша задача прийти именно к гармонии и соединить вот это вот низшее я с нашим высшим я чтобы оно было в гармонии чтобы оно было в соответствии то есть еще проще если говоря принимать знаете смотреть на мир безоценочно аркан влюбленных он достаточно глубокий он говорит о том что задача благословения архангела не изгнание а именно благословения на познание после того как Ева съела яблоко именно с дерева знаний искушенное змеем суть заключалась в чем в том что люди должны были спуститься на эту планету в этот мир иллюзорный и понять двойственность этого мира но понять для чего для того чтобы принимать и темную сторону и светлую и при этом находиться именно в балансе более широко если мы рассмотрим вам нужно будет прийти задача вашей души именно к балансу принятия и отдачи а для этого нужно постоянно находиться в безоценочной позиции это очень сложно то есть ваша душа была достаточно такой я бы сказала серьезный урок да почему потому что как мы можем находиться в балансе когда все время что-то нас выбивает из него да все время нам что-то указывает что ты еще недостаточно гармоничен внутри себя но это то к чему вы стремитесь то есть для того чтобы прийти в баланс в двойственном мире да чтобы познать условно говоря что есть добро а что есть зло и то и другое есть субъективность да что и добро то и зло вам нужно будет изначально окунуться в добро да чтобы познать его очень хорошо а затем в противоположность в зло чтобы познать что есть зло и только после этого вы сможете как-то балансировать поэтому у вас будут периоды когда по крайней мере в большей части вашей жизни достаточно болезненные достаточно такие драматичные и будут такие слова когда вы будете говорить сколько уже можно ну хватит я уже больше не могу это как раз таки вот эти вот темные периоды вашей жизни они будут указывать на то что очень много иллюзий в данном случае и надо отсекать то есть ваш общий принцип будет заключаться в том что отсекать все что не нужно все что иллюзорно а как понять что есть иллюзорно вот этого задача вашей души то есть понимать что есть реальность да и что есть иллюзия что есть наша искаженность где наши убеждения вот эти вот субъективные влияют на моё восприятие то есть мой прошлый опыт он влияет на восприятие мира и он искажается очень глубокий такой опыт у вас в конечном итоге вы должны переродиться в конечном итоге вы должны пройти это солнышко да когда рождается заново наше сознание да по-новому вы смотрите на вещи вы начинаете радоваться жизни когда мы можем радоваться жизни когда например у меня нету денег да либо мне как-то сложно какие-то трудности финансовые либо трудности в личной жизни и здесь очень важно не впадать в иллюзию что да у меня все плохо а я буду чувствовать себя счастливым нет а именно смотреть что скрывается за этим да то есть моё принятие оно не потому что я закрываю глаза и занимаюсь самообманом это тоже это тоже есть в пятерочке жертвования да нет здесь не про это а здесь именно умение видеть реальность такой какая она есть да что иногда необходимо какие-то вещи проходить какие-то ситуации проходить и они во благо да я это понимаю да мне это неприятно мне это больно но я это осознаю то есть по солнцу мы говорим об очень высоком уровне сознания и здесь как раз и перевернутой солнцу нас говорит о том что смотрите двойственность что аркан влюблённых что аркан солнца перевернуты он говорит о некой двойственности то есть вас все время будет мотать у вас все время будут какие-то сомнения в этом случае вас начинает работать перевёрнутый аркан солнцу да это наше эго когда эго отделяет нас от всего а задача ваши лучший краски заключается в том, чтобы вы пришли к единению, единению всего со всем, чтобы чувствовали себя частью этого мира, чтобы не закрывались, чтобы не боролись, потому что пятерка это все-таки внутренняя, все пятерки это внутренняя борьба, так или иначе, внутренняя борьба, не умение адаптироваться, внутренняя борьба, педакли это стихия земли со стабильностью, вы все время будете стремиться к какой-то некой стабильности, к некому такому постоянству, комфорту, уюту, и у вас все время это будут лишать, почему, потому что в этом нет развития, то есть здесь такое ощущение, что вы знаете, как в неком таком поезде, да, сидите в вагоне, и вот жизнь проходит мимо вас, и вы должны уметь наслаждаться каждые минуты, и при этом не зацикливаться, и вот это вот ощущение каждый раз, когда вы будете привязываться к каким-то людям, и люди будут проходить мимо вас, когда вы будете, хочется сказать, не то чтобы дружить, большое количество людей будет проходить мимо, и на более ранних этапах своей жизни вы будете очень сильно переживать, потому что вот желание вот этого, знаете, удобства, комфорта, быть в хороших отношениях с людьми, и каждый раз, когда вы чувствуете, что вот вы привязываетесь, да, либо вам хорошо, уютно, все время это будет рушиться, не потому что вам не дают счастья, а потому что здесь должно быть более глубокое понимание движения, то есть если бы вы умели даже в комфорте двигаться дальше, развиваться, в развитии, в вашей жизни развития, то есть, как бы так сказать, когда вы постоянно находитесь в добре, да, вы никогда не познаете двойственность, да, противоположную сторону, вот если бы вы осознанно, будучи в добре, в кавычках, да, в свете, шли, либо замечали теневые аспекты, то тогда наверняка, окей, да, вам бы оставляли, но как раз-таки от утраты мы понимаем ценность, да, ценность этих людей, в следующий раз мы уже поступаем по-другому, то есть здесь очень такие достаточно глубокие арканы выпали, очень серьезные, хочется сказать, души, да, такие, ну, достаточно древние, если вы вошли в этот мир для оттачивания каких-то вот своих качеств, да, прийти к единению, прийти к балансу и гармониям, не всем это дано, да, почему, потому что вот на вашем пути, еще раз скажу, очень много будет искушений, очень много будет трудностей и сложностей, и в первую очередь сложности ваши связаны именно с вашим восприятием, не с другими людьми, не какие-то вот проблемы бытовые, а именно то, как вы смотрите на этот мир, очень много иллюзий, очень много иллюзий, давайте еще на этой колоде, прикольно, почему перевернуты, ну, отшельник, безусловно, связь, связь со своей душой, в какой-то момент вы будете ощущать, что вы потеряны, что у вас нет контакта с вашей душой, либо она потеряется, и вот это тоже будет одна из задач, опять-таки, в самости, да, когда я сам с собой и в гармонии с высшим я, у вас будет утрачена эта связь, и вы будете идти, стремиться, я говорю об общем пути вашей жизни, я не знаю, на каком этапе кто из вас находится, мы все-таки рассматриваем общий аспект, и вы будете стремиться именно, знаете, к связи со своим высшим я, со своей душой, и это один аспект, и второй аспект, ваша жизнь, она проходит вот именно как отшельник, когда вы закрываетесь, да, это ваш выбор, уединение, отдаление, а почему? Потому что по пятерке педакли боль, боль, я не хочу, я устал, и чтобы мне не впадать вот в это, вот, знаете, само пожертвование, само бичевание, когда я грущу, все плохо, лучше я ни с кем не буду контактировать, лучше я не буду общаться, а здесь как раз-таки, еще раз повторюсь, ваш урок познать двойственность, и вы будете закрываться в отшельника, для чего? Для того, чтобы постоянно будете выбирать свой путь, в правильном ли направлении я иду, почему со мной это произошло, очень глубокие вопросы будете задавать себе, отшельник нам все время указывает на какой-то внутренний поиск правильного пути, да, исходя из собственного опыта, ваша жизнь полностью будет строиться на исключительно вашем опыте, он не будет похож на путь другого человека, даже если будет, всегда будет какая-то разница, и ощущение того, что вас люди не будут понимать, да, почему, потому что вот как-то сложно вам будет донести то, что происходит внутри вас. Отшельник – это всегда какой-то личный, субъективный опыт, и его сложно донести другим людям. Почему? Потому что пока это все варится внутри вас, вам понятно. Стоит вам только открыть рот, да, сказать, и это теряет какой-то смысл, да, это становится, ну, какой-то, ну, фальшем, да, какой-то игрой, и вы понимаете, лучше больше молчать, чем говорить. Очень много внутренних каких-то проработок у вас будет периодически. Поэтому, опять-таки, отшельник – это, как это, уединение, да, это путь закрытой ладони, да, кулака, когда человек ищет какие-то новые свои идеи, да, и ему кажется, что здесь иллюзия, знаете, еще может быть, в чем заключаться. Я говорю, у вас вот первые позиции такие прям очень духовные люди. У вас будет иногда такое ощущение, что вот вы нашли как будто бы какую-то истину, да, что вы познали какие-то глубокие духовные знания. Но как только вам будет хотеться рассказать про это, вы понимаете, что все меркнет, понимаете. Вот здесь вот это вот, и вот это внутреннее замешательство, как так, вроде бы я пришел, да, что-то такое в себе открыл, какое-то озарение, да, но на самом деле вы будете понимать, что это лишь ваше субъективное мнение. То есть это не есть та истина, та глубина, то божественное озарение, которое получают люди. И это будет все рушить внутри вас. Здесь такие вот внутренние работы достаточно глубокие происходят. Опять-таки вам нужно будет прийти к единению, к единению, к единению себя, собрать все свои части воедино. Возможно, вы будете проводить очень много практик для того, чтобы собирать части своей души, да, либо восстанавливать какую-то информацию о себе. Далее на аркан влюбленных выпадает королева костей, да, в традиционном колоде это королева жезлов. Ощущение того, что вы должны будете прийти как раз-таки к этой королеве жезлов, да, независимой, самодостаточной. Опять про самодостаточность. Опять про независимость. Двойственность в чем заключается. С одной стороны, я самодостаточная, я ни от кого не завишу. А с другой стороны, я понимаю, что вот эта вот моя целостность, она является частью чего-то больше. И жезла, а не всегда про казаться. И здесь в королеве жезлов мы видим ту часть, которую вы себя показываете, совершенного, совершенного такого человека, независимого. Но внутри очень вода, да, это водная часть огня. Что означает чувственность, да, я никому не показываю, да. Все жезлы у нас про казаться, про внешность, да. Внешне я буду позитивной, внешне я буду яркой, внешне я буду независимой, но внутри будут кипеть страсти, внутри будет вот эта вот необходимость удовлетворить черные дыры, которые будут все время высасывать из вас энергию для того, чтобы какое-то вот внутреннее удовлетворение чем-то надо заполнить, да. И в данном случае именно к любовью. Любовью, любовью к чему-то высшему, не к людям. Очень глубокий урок. И на солнце у вас здесь выпадает туз бубнов, да, это традиционный туз педагри, шансы. Шанс, шанс во всем искать шансы, на изобилие, да. Во всем искать шанс на увеличение, на... Вообще жизнь должна быть в вашем понимании как шанс на что-то такое ценное, да. То есть вы должны будете научиться ценить и видеть, ценить жизнь такой, какая она и есть, со всеми невзгодами. Это вот будет вот эта вот ваша... Какая-то часть вашей души вам все время про это будет напоминать, что невзирая на трудности, на сложности, мы идем дальше. И на этой колоде вытащу три карты и на этом завершу, потому что большой расклад получается. Но все равно я надеюсь, что вы уже примерно понимаете, да, что ваша душа делает на этой планете. здесь у нас вот выпадает как раз-таки король жезлов, да, как пара. Королева жезлов и король жезлов. Жезлы у нас всегда говорят про развитие, про рост, а здесь у нас король. Здесь вы должны будете прийти... Знаете, человеку... Храброму, мужественному, больше вот у меня ощущение того, что здесь мужские качества проходят. И наверняка я могу предположить, что в большей степени ваша душа воплощалась в мужском теле. Но в любом случае вы должны будете прийти к человеку такому, знаете, хочется сказать, бесстрашному, что ли, человеку мужественному, храброму, с очень хорошей основой ценности, то есть невзирая ни на что, оставаться человеком, таким светлым, ярким, открытым, но не наивным ни в коем случае, да. И, ну, конечно же, куда же нам без верховной жрицы, без человека, который глубоко погружается внутрь себя, человек, который прислушивается к себе, получает все таинства. Верховная жрица, согласно, опять-таки, кабалея, это путь гемель, это... Гемель переводится с эврита как верблюд. И только верблюд, как корабль нашей души, да, может плыть медленно по пустыне, по каким-то ограничениям, трудностям, сложностям, да, пускай он плывет очень медленно, но он четко достигает своего пути. В данном случае по верховной жрице мы приходим как раз-таки к истине. Мы приходим как раз-таки к получению знаний от источника, откуда у нас говорится верховная жрица, о ясновидении, да. Здесь как раз-таки вот вы можете прийти к истокам, да, вы можете получать информацию именно от источника. Здесь связь с тонким планом и намного выше даже в некой такой степени с истиной, да. То есть для кого-то это творец, для кого-то архитектор, бог, не важно, как это называется. Источник. Здесь вот познание именно не от кого-то, а от первоисточника. Вы можете прийти как раз-таки к пониманию того, в чем заключается ваше предназначение для тех, кто ищет, в том, что заключается, а кто я есть на этой планете. Вот это, наверное, самая главная такая задача, ответ на который вы должны будете получить. Ну вот смотрите, выпадает ту спиндакли и ту жезла на орган солнца на реализацию. Во-первых, развитие. Однозначно духовное развитие либо развитие все, что связано с тайнами, с какими-то загадками, мистика. Это всегда ваше. Через это вы будете развиваться. То есть в общем, безусловно, все души приходят для какого-то развития. Но ваше развитие, оно такое мощное, оно индивидуальное. Оно не должно опираться на внешний мир, на какие-то направления, религии, какие-то, я не знаю, знания, там, нью-эйдж или еще что-то, а именно внутренний какой-то путь, который вас ведет. Он, почему я говорю, он индивидуальный, у каждого будет свой, он не будет похож на что-то другое. И понять его вы сможете только когда научитесь быть в контакте с самим собой. Тогда к вам будет напрямую приходить информация, говоря о том, что вот тебе надо сделать вот это, вот это и вот это. Конкретные задачи к вам будут приходить. Но эти задачи будут приходить только тогда, когда вы будете находиться в гармонии с собой. А до этого пути, это скорее всего, больше уже такая зрелая личность. Я не могу сказать по возрасту, каждый проходит свой путь. Но после огромного такого пути багажа по пятерке педаклей, разрушений, страданий, горести и лишений, трудностей, в общем, после такого тернового пути со сложностями, тогда вы сможете прийти в конечном итоге немножко к пониманию того, что есть ваш путь, что есть ваше предназначение. На этой планете. Вот такая была первая позиция, очень глубокая. Но когда такие глубокие запросы, то и ответы будут глубокие. Если вы слышите, что я часто упоминаю про древо жизни, для трактовки именно Аркана 2, то вот как раз на своем курсе про это более глубже и подробно про это рассказываю, действительно рекомендую этот курс. Кто еще не знает, не приобрел, пишите мне на почту, либо в описании к видео есть описание моих услуг. Там, если перейдете по ссылке, вы прочтете про этот курс, сколько стоит и что мы там изучаем. А мы с вами переходим к позиции номер 2. Двоечки, ваша тайна души, что она делает на этой планете. Тайна для вас, тайна. Возможно, приоткроем завесу и посмотрим, в чем заключается тайна вашей души. Знаете, у меня такое ощущение, что тайна вашей души, вот если мы посмотрим на первую позицию, там тайна души заключалась именно в развитии. Такая древняя-древняя душа, которая приходит для того, чтобы познать себя, точить какие-то вот свои навыки, такие более высокотуховные какие-то ценности на пути развития. Если мы говорим о вашей душе, то вот ваша душа пришла познать сюда любовь. Любовь и эмоции, переживания. Изначально вот прям выпадает восьмерка кубков, королева кубков и посередине аркан колеса фортуны, удачи. Весь ваш путь говорит мне о том, что вы будете узнавать глубину своих чувств, вы будете узнавать, насколько вы способны чувствовать, насколько вы способны любить вашу эмпатия, она не случайна, это основная ваша природа. Поэтому уроки, если в первой позиции у нас там были лишения трудностей и все такое, то вот ваши уроки по восьмерке кубков говорят о том, что вы будете проходить трудности, сложности через расставание, через уход, через... То есть вас будут учить по отношениям. Это может быть личное отношение, это может быть семейное отношение, лишение, когда кто-то будет уходить, у кого-то отец ушел из семьи, у кого-то наоборот мать либо два родителя и воспитывались с бабушкой, расставание – главный мотив вашей жизни. Не лишение, вас не лишают. А здесь вот эти вот разрывы и уход, когда мы оставляем что-то ценное, то, где нам было хорошо. Вот это вот красной нитью по всей вашей душе, по всему вашему пути, вашей душе будет проходить. Я иду дальше. Я, невзирая на то, как мне когда-то было хорошо, я понимаю все. Даже если вы не понимаете, внутри вас всегда будет вот этот вот зов, куда-то нужно пойти. И вы будете бороться сами с собой, говоря, что я не хочу, я хочу остаться здесь, мне нравится этот человек. И вам всегда будет что-то внутри говорить. Иди, иди, послушай, да, будет больно, будет неприятно, но все равно двигайся. Вот это вот постоянное движение, да, когда я ухожу, когда я иду. Дороги, дороги, постоянно дороги. Дороги могут быть внутренние, да, по колесу фортуны путь на древо жизни, он как раз таки, если это восходящий путь, он, колесо фортуны у нас крутится как в одну сторону, так в другую. С одной стороны, безусловно, мы говорим о некой такой цикличности, повторности, о сценариях. С другой стороны, мы говорим о том, что вот ваша задача на это воплощение с одной стороны, либо начать управлять, повзрослеть и начать управлять самостоятельно своим колесо фортуны, либо с другой стороны, если вы не становитесь ответственными, если вы не взрослеете, то вами управляет судьба. То есть вас ведет туда, куда нужно привести. И у вас стоит выбор, либо вы либо вас да то есть либо вы идете туда куда вы хотите либо наоборот вас будет вести так вот на древо жизни этот путь и говорит о том что любовь вы познаете либо должны познать не в контексте привязанности к человеку а если мы говорим о душе развития до души безусловно мы говорим о глубоких таких понятиях вот ваша задача прийти к любви к чему-то хочется сказать богу творцу кто во что верит у кого какой бог тот во что верит именно к любви к такой к любви безусловной то есть когда вы на начальных этапах более юном возрасте вы будете познавать любовь и привязываться к людям и вот ваш урок как раз таки прийти к любви когда я кайфую я я я радуюсь тому что я люблю не кого-то за что-то а именно вот это вот внутренняя наполненность от того что я способен ощущать эти чувства и вам будет классно и и вот в этом состоянии вы захотите кому-то отдавать до делиться с кем-то но вы не будете ждать что-то взамен а почему потому что а вам не нужно ничего взамен вам просто важно будет необходимо изливать вот эти вот свои эмоции да воды внутренние ощущения состояния на другого человека потому что держать в себе уже будет нереально это более зрелом таком возрасте зрелом возрасте я подразумеваю не то что это вот там какая-то грань там 30 и старше либо 40 плюс нет а это по внутренним ощущениям да то есть это вот ваша задача когда мы приходим если мы выбираем путь идти на самостоятельно и быть соответственно за свою жизнь так вот по колесо фортуны мы выбираем путь любви к богу любви к творцу любви к архитектору и к чему-то такому светлому и во все видеть его проявление это очень глубокий урок на самом деле почему а потому что нашим земном плане мы привыкли любить кого-то за что-то а здесь вы будете учиться любить безусловно и поэтому очень много будет у вас возможно каких-то связей отношений опять-таки не в количестве а в качестве чтобы быть все время казаться что вот я нашел что-то да вот вот это вот мой человек и это вы будете понимать что это не ваш человек не потому что он таким не является а потому что вы привязываетесь к личности а вам не нужно будет этого делать вам нужно прийти к тому состоянию когда вы четко понимаете что вас переполняет чтобы способны ощущать центр внимания на себя не то что я себя люблю а то что я являюсь вот этим вот сосудом на который наполняется от источника и если я кому-то привязываюсь то я по сути этот сосуд ограничиваю как только вы перенаправляетесь человека свое внимание на нечто больше и высшее на красоту на природу опять таки скажу кто во что верит тогда вам идет от источника вот эта любовь да вот это вот ваше внутреннее состояние то чем вы наполняетесь это это другой уровень и вот этот уровень вы должны будете познать от через как раз таки уход расставания разводы вожж возможно у кого-то могут быть если вдруг вы не придете к этому состоянию у вас по жизни будет вот это вот ощущение что мне нужно куда-то пойти мне нужно куда-то передвигаться колесо фортуны всегда вас будет звать на какое-то движение но в данном случае здесь путь поиск должен быть внутренней до когда я изнутри и стремлюсь к единению с чем-то прекрасным с чем-то красивым с чем-то я не знаю какой-то некой такой красотой да это ваш бессознательный зов вашей души если вы его не понимаете то вы начинаете внешне проявляться это человек который не можно найти себе место ему хочется и туда сходить и туда поехать и там пожить и тут пожить человек который не может найти свое место во внешнем мире почему потому что он понимает где-то на уровне бессознательно что поиск это не внешне а внутренней должен быть поэтому ваш духовный урок все что связано с любовью именно поэтому вы чувствительны именно поэтому вы ранимы именно поэтому вы эмпатичны ваша грань между тонкими телами она очень тонка да даже не с тонкими телами а с тонким планом вы имеете вот это вот способности ощущать минимальные какие-то изменения в настроении людей вы даже сможете считывать ощущение настроения ваших животных да то есть просьба попадки одни и те же вы чувствуете что вот но не в настроении как говорится мои животные да вот что-то не так то есть кожей кожи ощущают а вот те на теле ощущает то есть где-то здесь может быть проявлено и телепатия эмпатичность сопереживание сочувствие другим людям вы можете если вы не осознаете своего урока вы будете ощущать всегда себя жертвой в минусе вы будете ощущать себя что мной пользуется просто потому что где-то интуитивные люди чувствуются что вы являетесь тем источником любви которым мы можно прийти но до тех пор пока у вас не будет этого понимания что понимаете вы как водопроводная труба которая сверху соединяется с дождем божественным и пропускает вниз воды и для того чтобы земля напиталась да для того чтобы растения проросли так вот до тех пор пока вы не осознаете чтобы вот это вот водопроводная труба вам все время будет показаться почему на нее всякие мошки нас садятся да почему червяки все время под этой трубой да потому что они знают что оттуда влага оттуда источник да то что может нас напитать так вот вам нужно сделать переоценку и пересмотреть не смотреть на землю нам не почему здесь вот внизу эти лужи это грязь и такое осмотреть наверх да то есть что вы берете сверху для чего не туда смотрите просто проще проще говоря ну вот луна понимаете на расставание у нас выпадает аркан луны женственность бесконечная женственность даже если внешне вы не выглядите женственно в чем я очень сомневаюсь ваш внутренний аспект ваша ваша женщина очень ярко выражена да вас выражена смотрите луна и колесо фортуны вас выражена очень ярко некая цикличность вы живете по каким-то своим биоритмам да вы живете у кого-то здесь могут быть с лимфой если что проблемы но сейчас не про здоровье а сейчас про то что уроки вашей души что вы делаете на плане даже если вы мужчина вас все равно будет ярко выражены вот эти вот знаете некая такая рать ранимы женские качества и вот если вы мужчина вам сложнее будет почему с одной стороны почему потому что вы будете понимать какие-то более тонкие структуры души человека и будете переживать почему потому что общие шаблоны принципа что мужчины жесткие что мужчины не плачут вот эти вот все убеждения они вам будут чужды и вы будете всегда сопротивляться и идти против своей природы а ваша природа она имеет больше каких-то вот женских качеств другой стороны это будет плюс почему когда мы говорим например про водных королей да это люди тонкие психологи которые умеют управлять своими эмоциями они умеют отказываться от того что уже отжила от того что не нужно но при этом они четко понимают свои эмоции свои переживания и понимают как следствие исходя из того что понимает собственные мотивы до эмоционально они понимают мотивы и женщин и поэтому они находят правильный подход вот если вы мужчина вам с одной стороны это будет сложно потому что вы не будете вписываться в общий формат понимания кто есть мужчина с другой стороны вам будет какой-то шаг вперед да по по сравнению с другими мужчинами потому что вы будете больше чувствовать если все-таки мы говорим о женщинах то здесь вот урок такой знаете ощущение того что вы все время будете ходить как ёжик в тумане да очень много иллюзорности очень много вот какой-то мир который вы создаете для себя он с одной стороны на грани опять-таки тонких планов вот ощущение того что ваша половина тела там где ноги выходите по земле а вот знаете где-то от поясницы живота и выше как будто бы узнаете вот вокруг вас есть некий такой туман но это вот как жираф до мультик обычно рисует голова на небе половина дата в облаках другая по земле вот вы вот так вот будете ходить да и вам периодически нужно будет опускать голову вниз и смотреть что есть реальность это ваш вот урок тоже такой некой запутанности будут периоды когда будет вообще ничего не понятно везде будет ложь вас окружать какие-то обманы иллюзии и вот вам нужно будет опираться на свою интуицию и понимать а что есть что до обманы обманы и из-за обманов у вас будет расставание до причины измены тоже могут быть вашем случае сложно вам будет общаться с людьми коммуникации я не одна не однократно говорю двойкам сложно почему потому что вы будете считывать ложь другого человека и понимаете здесь такое ощущение что интуитивно я считываю я понимаю кто этот человек но как только я открываю свой рот и я как будто бы смысл ценность теряется да то есть я не знаю как себя повести с человеком потому что я вижу что он обманывает но с другой стороны это человек очень важен моей жизни очень значим и вот как ему сказать правду да то есть я я я могу ранить а я не хочу этого с другой стороны я понимаю что человек меня ранит он он врет мне понимаете здесь такие вот моменты запутанные какие-то темные периоды вашей жизни будут у кого-то очень кто-то может быть приверженец любых видоизмененных состояний по разным причинам да то есть это может быть наркотики алкоголь как знаете как убегание от себя я не хочу больше чувствовать я устал а знаете это вот как в фильмах показывает люди со сверхспособностью да то есть на первых этапах пока они не адаптируются к своим качествам им очень сложно они не находят себе место потому что не могут этим управлять не понимает процесс как это все устроено и что с этим делом делать так вот у вас это есть то есть я не понимаю почему я люблю именно этого человека он вообще не достоин меня да и то есть я не я не понимаю почему я все время жалею этих всех вот это вы знаете не понимание своей природы она у вас будет присутствовать и из-за этого вы будете расставаться почему потому что есть очень сложные моменты касательно межличностных отношений в семье тоже очень сложные трудные отношения но опять-таки причина я вам объяснила до чему вы должны будете научиться на колесо фортуны выпадает королева педакли королева педакли это как раз ки под одна из ваших задач в любви в первую очередь любовь к себе неоднократно говорю этот бой там вот еще раз подтвердился ваш путь любовь к себе понимание своей ценности своей значимости насколько мои моя способность любви она цена она важна в первую очередь для меня то есть не обесценивать вот это а потому что вам это приносит кучу эмоций более страданий наоборот полюбить полюбить то что есть внутри вас вот это вот а знаете забота опять-таки когда вы заботитесь найдите кайф от самого процесса не того к по отношению кому вы заботитесь ну то есть это вот знаете как будто бы есть у вас маленький ребенок да там до трех до пяти лет и вы о нем заботитесь у вас не возникает же вопроса что я заботюсь только потому что он вырастет потом от меня от него будет какая-то выгода нет вам хотела сказать вам приносит это удовольствие сразу мне показали картинку вот эти вот бессонные ночи когда вы устали измотаны физически но в любом случае когда вы заботитесь как-то о ком-то либо о чем-то вот сам процесс он должен вас наполнять вы им по королеве педакли должны будете вот материнство это одно из найти как предназначение хочется вам сказать то есть например если мы смотрели первую позицию там далеко не про материнство там про другие качества да поэтому и впадал даже и отшельника вот в вашем случае материнство это ваше создание семьи заботы любви это все вот про эти качества любовь любовь через отдавать через задавать но вам опять-таки прежде чем отдавать вам нужно изначально понять что есть вот этот вот принцип отдачи я не отдаю потому что я жду что-то взамен это выгода а я отдаю потому что это моя потребность да и это другое состояние это другой уровень не путайте что мне жалко и я хочу это тоже про другое это не про это я отдаю потому что мне кайфово да я выражаю свои чувства да потому что я это вижу я хочу это с кем-то поделиться и внимание я не жду какой-то отдачи я не жду того что я буду принимать почему потому что я принимаю от первого источника я к другому каналу подключена и это очень важно в этом вот выпадает аркан силы на королеву кубков это ваша сила с одной стороны ваши уроки будут всплывать агрессия жесткость несмотря на то что вы мягкий человек вас будет бесить но это внутренние какие-то ощущения особенно на какие-то лунные циклы обращайте внимание повторно как-то вот вы будете прям может быть на полнолуние на затмение вы будете как-то вызывать у вас какой-то я говорю видоизмененное состояние если допустим мы не уходим в наркотики алкоголь то вам так или иначе будет привлекать вас эти практики связаны с видоизмененным состоянием потому что вы будете но это ваша природа вы как-то наполняетесь через это вот и подавленные обращайте внимание на свои подавленные эмоции вам ни в коем случае нельзя перекрывать каналы энергетические до нельзя ничего подавлять потому что тогда вы становитесь действительно неоднократным человеком когда вот этот вот сплеск вы как говорится до убийство происходит в момент аффекта вот у вас этого аффекта не должно быть вы не должны подавлять свои эмоции потому что ну это очень чревато неприятными последствиями с другой стороны аркан силы нам говорит о том как вы можете то есть здесь ключик у нас есть как вы можете украшать любые сложные трудные ситуации это ваша способность с помощью любови да то есть вот вам вашу сторону кто-то из людей будет жестить но вы с любовью с пониманием спокойствием с толком с расстановкой шаг за шагом знаете это как мультик красавица и чудовище да вот он был чудовищем таким неотесанным до отшельником долгое время проведенный вот это своем замке заточение и тут пришла вот эта вот зажигалочка яркая и бросала в него снежок и он вроде бы злился потом как-то привыкли либо например например маша и медведь вот вы это машинка до которая не обращает внимание на реакцию этого медведя что он хочет что он там делать вам это наплевать в этом ваша сила да вы как зажигалочка зажгли показали наполнили любовью только любовью вы сможете укоротить силу не силой не подавлением не убить что-то не избавиться от чего-то а только любовью милосердием и это самые ваши ну так скажем наивысшие качества которые с которым вы способны и это то что вы ненавидите в себе на самом деле потому что почему я такая чувствительная почему я такая ранимая и мы всегда отказываемся от этого вот в этом есть ваша сила если вы научитесь правильно это использовать нежность ласка но опять-таки если вы идете от эгоизма если вы идете что я хочу получить замен вы проиграете эту силу она будет вас разрушать но если вы идете от источника от света если вы наполняетесь именно творцом любовь к творцу вот через это то есть когда вы смотрите на природу вы восхищаетесь уже не ждете что в природа вам замен что-то даст нет вы просто смотрите вы кайфуете как так ну как такая красота могла быть создана да вот этот дождь и запах дождя босиком земля пахнет как это классно вы же не ждете в этот момент что-то замен вы наполняетесь и вот ваша задача вот это вот наполненность научиться передавать другим людям десятка мечей вам нужно будет через боль научиться ставить точки до завершать все то что вам непонятно все что мутно всевозможная ложь то есть пресекать это на корню чтобы это вас не разрушала постоянно расширять какие-то горизонты причем расширять эти горизонты изнутри не они не не снаружи а здесь могут быть получение каких-то новых знаний новых каких-то интересов впечатлений для вас это вот просто необходимо знаете когда вот вы внутри будете готовы к этому здесь найти на карте нарисован корабль и вот и человек на него смотрит а корабль огромный мне почему-то напоминает мультик летучий голландец да там прям что-то такое огромное да на то что ты смотришь ну как вот летающий тарелка что ли как и фото что-то неопознанный летающий объект вот вам нужно в жизни чтобы все время было вот что-то чтобы вас восхищала что-то чтобы расширяло ваши горизонты ваши границы что-то чтобы воодушевляла по жезла до жезла это жизнь это огонь искра это какие-то идеи вот вам все время нужно обновлять обновлять свою энергию не позволять каким-либо за стоим вот только сказала и сразу выпадает четверка мечей то есть вам не нужно знаете с одной стороны физически как этот физическая работа это не вашим мне хочется сказать что вот ваше предназначение быть цветком я не знаю не знаю почему так вот вы красивый да то есть у нас как этот в семье папа работает а мама красивая вот ваша задача быть красивая ваша задача все время блин в жизни должны быть такие женщины если мы говорим о женщинах некоторых просто красиво приятно смотреть вот ваша задача она должна быть заботой за своей женственностью заботой за своей красотой я не имею ввиду там пластику как-то поддерживать все такое то есть даже если вы взрослеете и у вас есть морщины это должно быть все красиво вы должны это преподносить с любовью вот это ваша природа не напрягаться четверка мечей говорит о том что человек отдыхает на человека в четверке мечей человек находится в неком таком медитативном состоянии вообще ваше внимание опять видоизмененные на то есть когда я нахожусь в контакте с чем-то возвышенным особенно в те моменты когда вас будет включаться какие-то негативные аспекты темные да когда вас будет накрывать когда вы будете рыдать и переживать здесь вам нужно постоянно помнить кто ваш работодатель хочется сказать да кто на кого вы работаете то есть не забывайте мы все время должны быть в единстве с даже не слышим я а намного выше до с первоисточником вам туда надо смотреть вот это вот ваша основная такая задача так двоечки мне кажется последнее время я вас радую наверное потому что вы радуете да потому что ну хватит уже вот это вот рыдать переживать как обычно говорят да чувствительный ранимый станьте жесткой зачем быть тем кем вы не не являетесь используйте свою природу во благо учитесь усилять свои сильные качества да то есть укреплять их опираться на них а слабые качества постепенно постепенно развивать это все то есть не надо ничего менять не надо ни с чем бороться нужно найти правильное применение правильным вещам то есть я не знаю если есть в руках например и дрель ее задача дырки делать не надо дрель ее забивать гвозди ну вот да она тоже тяжелые но не в этом ее задачи вот так мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку ваша тайна души что она делает на планете интересный момент заключается в том что она во первых вам не выпали великие арканы да поэтому сказать что вот какие-то судьбоносные до моменты которые бы на вас влияли я не могу да здесь больше то что вам подвластно то что подвластно вашим изменениям выпали три арканы 3 аркана педакливые до земные король педакли восьмерка педакли и двойка педакли то есть изначально опыт который проходит ваша душа она она связана как раз таки с ценностями и с пониманием вот именно земной жизни до вот все что связано земли землей все что связано с материю с материи ошибочно считать что для развития да нам надо больше заниматься каким-то духовным аспектом в моем понимании чисто субъективным основано на определенных знаниях говорится о том что вы не можете пойти в духовность если вы изначально не изучите материю то есть материя это не что-то такое темное отдаленное а это именно одухотворенный материал в нем тоже присутствует духовность и вот задача если вы хотите идти в духовность найти эту духовность на земле и это вот ваша первичная задача вашей души король педакли нам говорит о состоянии знаете некого такого фундамента комфорте понятия стабильности вот ваша жизнь она поэтому и тройки у меня всегда связаны с материальным каким-то аспектом это не говорит о том что вам чуждая духовность нет это говорит о том что в эту духовность должны найти в материи вы должны научиться первично радовать свою плоть вы должны первично насытить себя как говорится правильной пищей то есть пища это тоже источник некой духовности да потому что в любой еде все что нас окружает во всем есть присутствие духа следовательно вы наполняетесь духовностью не только через знания а я бы сказала больше здесь через то что вы принимаете да то что вы едите поэтому все что связано с правильным питанием да здесь у меня могут проходить спортсмены люди занимающиеся правильным питанием да может быть вегетарианцы может быть люди которые уделяют внимание своей красоте своему телу своему здоровью и возможно вас кто-то и не понимает и говорит что блин зачем тебе да то есть ну занимайся какой там духовностью либо еще что-то то есть к чем-то возвышенным так вот в вашем случае не потому что вы не доросли до возвышенного а для того чтобы пойти возвышенное ну ты не нужно иметь какую-то платформу нужно иметь какую-то основу да то есть чтобы познать свет нужно и подняться на пик вам нужно спуститься в надир поэтому вот самый низ до туда в самый темный аспекта в материю и поэтому вы окунаете сейчас именно в материю и это связано с восьмеркой педакли да когда вы концентрируетесь на том чтобы создать какой-то знаете капитал что ли отточить свое мастерство до проявить себя в профессиональной сфере в любом случае для вас безопасность она будет финансовой когда у вас есть деньги неважно какая сумма вам важно ощутить безопасность тогда вы сможете что-то делать то есть если у вас не будет денег на стороне либо не будет какого-то постоянного источника доходов вы всегда будете переживать ваша задача научиться кайфовать в этом мире приумножать по королю педакли да то есть находить всевозможные источники доходов деньги для вас это своего рода тоже энергия можно сказать тоже духовная да то есть это немножко и но и и проявление но это тоже имеет место быть и вот на протяжении всей вашей жизни вы будете сталкиваться с твой капитал ли умение балансировать духовное и материальное с одной стороны с другой стороны ваша внутренняя неуверенность ваше внутреннее сомнение что первично я не случайно говорила о духовности в данном случае потому что у вас будут такие уроки либо такие переживания волнения по поводу того что блин а может быть я иду не своим путем да слишком заземлился да может быть не хватает каких-то зданий не хватает какой-то духовности не разделяете эти две вещи то есть мне такое ощущение что вот ваша ваша цель должна быть на это воплощение соединить до уметь соединять духовное и материальное восьмерку нас относится к сфере не цех не цех это красота это природные силы и вот здесь вот эти вот природные силы они у вас выявляются как раз таки в пентаклях в том что ваша работа должна вас наполнять в первую очередь вы должны от нее кайфовать безусловно сам процесс должен вас наполнять безусловно работа она может быть монотонной вы тот человек который по своей природе терпеливый надежный я не могу сказать что вот по крайней мере по педаклям что вы такой подвижный но вы знаете такой человек который не торопится никуда гедонист гедонист который наслаждается жизнью и вот весь восьмерка педакли она нам как раз таки говорит о красоте материи да а всевозможных взаимодействиях с природой вот это вас всегда будет наполнять то есть ваша сила это в земле ваша сила ваш дом вы будете наполняться энергетически вот именно в том месте в котором вы живете да там будет ваше место силы по крайней мере либо все что связано землей вот это будет являться для вас вашим базисом вы не будете летать в облаках вы достаточно реалистичны практичны в этот человек который будет знать достаточно структурный будете находить во всем нечто такое практичное с одной стороны а с другой стороны вот в этой структурности вам нужно будет научиться видеть какой-то вот свое развитие да то есть с одной стороны есть фундамент есть постоянство есть комфорт есть уют а с другой стороны вы не должны вот прям быть стабильными да вам нужно будет двигаться медленно пускай как черепаха да но при этом движение должно у вас присутствовать если говорить еще проще то ваша задача просто наслаждаться наслаждаться своим телом наслаждаться жизнью наслаждаться едой прекрасным вот вы тот человек который будет показывать другим людям насколько жизнь прекрасна насколько можно я не знаю вот что-то такое изящное но не тонкая а вот знаете такое ощущение как будто бы силы природы из них можно творить что угодно например то есть есть люди которые работают руками однозначно физический труд поэтому я и сказала спорт например создавать прекрасное из дерева да либо лепить или как этот создавать скульптуры из камня да то есть природный любой природный материал кто-то здесь делает знаете что это такое вот из камней какие-то фонтанчики что ли что я вижу какая-то вы знаете глыбы камней и вода течет то есть вот природные силы это ваша сильная сторона хочется сказать почему-то и кибаны вот но не знаю может быть кто-то этим тоже занимается кто-то может быть знаете опять-таки если мужчины смотрит так делают как-то вот бассейны что ли либо какие-то вот технические искусственные озера потому что я вижу воду и я вижу камень вот как-то это связано то есть даже не кирпич и земля а вот именно камень гальки какие-то почему-то гальки ну то есть не глыбы какие-то гальки и вода здесь почему-то мне включилась потоково если мне показывает это ладно они суть заключается в том что вы должны показать людям и научить людей радоваться и наслаждаться материальным миром ваша задача показать что деньги это не зло а это возможности показать что можно знаете здесь вот какое-то такое особое взаимодействие с деньгами я не знаю как то вот как магнит что ли что-то притягивает здесь вот именно взаимодействие с финансовым аспектом как-то вот она идет через ценность на то есть вы как будто бы показываете духовный аспект и финансы как-то здесь это связано то ли через ценность себя и это является эквивалентом финансов вот здесь вот какая-то вот такая такое взаимодействие но однозначно вы и деньги дружите есть они у вас или нет это самое главное ваша ценность это ваша опора это ваша безопасность это то на чем вы будете концентрироваться всю свою жизнь причем самое интересное что это те уроки которые вы будете проходить именно по финансам и про с некой такой стабильности да вот то есть а дом будете покупать в котором вам комфортно в какого в котором вам уютно а например вот это вот понятие очага семи причем такой большой добротный традиционный вот все что связано да с традициями это тоже ваше так интересно духовность у меня по первой позиции чувственный аспект во второй а здесь вот именно по материальному плану идет такое обучение но в принципе вы управляете самостоятельно своей жизнью я не вижу чтобы здесь были великие арканы чтобы как-то вот на вас влияло да вы можете вам по зубам хочется сказать от вас будет зависеть финансовый аспект ограничение если у вас присутствует по финансам и присутствует какая-то трудная сложность это только исключительно из-за вашей неуверенности из того что вы не умеете балансировать здесь ваша задача возможно научиться работать с финансовым потоком с принятием и отдачи то есть деньги как каковые да вот эквивалент финансов он связан непосредственно с вашими какими-то ценностями в данном случае с ценностью себя это как вы взаимодействуете с другими людьми чем больше вас окружает важных людей для вас ценных здесь вот понимать какой-то вес идет весомые какие-то люди до авторитетные вот те люди которые вас окружают они вам будут показывать ваш уровень достатка если вокруг вас хочется сказать какие-то вот мелкие рыбешки вот то и ваш уровень достатка будет низкий выбирайте свое окружение выбирайте людей хочется сказать тяжеловеса да по какой-то причине вот купцов понимаете у которых есть пузяка пузо вот это как этот смеющийся буду у кого-то видимо есть такое знаете как говорят по пузику по животику ему поглоти вот он будет улыбаться будет смеяться то есть вам придет удача вот удача это вот прям ваше все здоровье здоровье и финансы это ваши уроки если срабатывает психосоматика значит где-то у вас нарушен финансовый какой-то поток где-то вы себя недооцениваете то есть вас учат имейте это ввиду что давайте еще посмотрим что вы здесь делаете на на этой планете прекрасно карты перевернулись вы знаете вроде бы мы говорим о а педаклика здесь выпадает королева кубков любовь вот вам нужно выстраивать отношения с деньгами вот вам нужно любить любить деньги либо то как вы взаимодействуете в ваших личных отношениях это сразу будет иметь вес какой-то на финансовом вашей стороне здесь прямая связь есть любви и денег то есть либо это любовь к деньгам непосредственно даю ваше отношение либо это ваши личные отношения с кем-либо и вот то насколько там хороший поток любви то это имеет отношение к вашим финансам с другой стороны я могу сказать что здесь идет как раз таки именно творческий аспект на не случайно я сказала мастерство да здесь какое-то творческое начало вы должны любить свою работу для вас это вот прям первоначально она должна вас воодушевлять здесь ощущение того что люди трудоголики люди которые могут трудиться долго упорно ставить цель и годами идти к ней и в какой-то момент вы обязательно достигнете своих поставленных целей вопрос только вот этот процесс он достаточно долгий но вы если будете относиться с любовью да то все будет правильно да вам главное чтобы это не было в тяга чтобы вот много земли здесь не было во внутрь землю да для того чтобы она была плодородной и несла какие-то результаты для вас до земля становится плодовида когда ее поливают на когда есть присутствие воды так вот эмоции это вот две прям родственные такие стихи если можно сказать да гармоничные вот вода творческое начало ваши эмоции состояния переживания они взаимодействуют непосредственно землей и тогда она становится плодовитой то есть не уходите знаете в трога галлизм тот который вот надо трудно сложно это не будет нести это вы не сможете разродиться да здесь нужно терпение и в то же время вот кайф кайф что присутствовал до чтобы присутствовала некая такая легкость что-то такое вот смех прям вот такой знаете зонки что-то такое звонкая вот как колокольчики почему мне идет этот вот фонтан причем знаете фонтан не не фонтан обычные на улице а мне идет вот эти вот знаете китайские как они там из камешек сделаны но настольные когда ставишь не вот кучаешь и там водичка сечет и что-то такое вот как колокольчик и сливается ну такой для успокоения никого вам периодически нужно не бояться погружаться во что-то новое да вот что так вас вдохновило не вот вы из этого должны научиться делать деньги на погружаться в любой новый опыт любые ваши личные отношения связаны с любовью еще расскажу не бойтесь погружаться потому что они как-то вот будут нести вам буду плодовитыми да то есть будет курица золотыми яйцами я не знаю какое здесь отношение и с другой стороны тройка бубанов нам говорит о том что она выпадает на двойку пендакли как раз таки тройка тройка бубанов тройка пендакли она говорит о том что у вас очень беспокойный ум вот как только вы научитесь успокаивать свой ум тогда у вас начнет все работать вот вам нужно научиться работать со своими со своими мыслями да то есть уметь оставлять прошлое позади не держаться я имею ввиду мысли какие-то в данном случае до какой-то негативный понимаете здесь какая-то штука так как у вас вот любовь то связано с деньгами выпала пятерка кристаллов то есть не замораживать свою душу ваша должна душа она должна оттаять понимаете вот когда земля покрывается снегом вот холодная она не не несет не не плодовитое только когда солнце согревает когда есть теплота когда есть душевность когда есть вот эта связь тогда лед начинает таять и он превращается в воду и земля тоже согревается и она принимает она впитывает эту влагу и тогда она начинает нести становится плодородный так вот здесь какой-то видимо ваш прошлый опыт личной любовной вы как-то вот замораживаете свои эмоции и это может привносить вам какое-то вот беспокойство вы об этом думаете да и дает вам неуверенность и когда вы вот не уверены у вас это сразу прям влияет на деньги хорошо мне примите какую-то конкретную ситуацию показали хотя вопрос был что ваша душа делает на этой планете но видимо здесь как-то это все за взаимосвязано хорошо давайте посмотрим что еще нам покажут пока не выпадали великие арканы вот и девятка пендакли но вот ведь восьмерка девятка король педакли двойка педакли тройка бубнов ну то есть все значит у нас попадает двойка тройка четверки не хватает пятерки не хватает и шестерки семерки у нас получается восьмерка девятка но еще десятки почти все педакли вы и карты выпали до умение наслаждаться вот вы должны соединить вот эту вот любовь любовь к себе но здесь акцент не про любовь к себе либо ценность а здесь вот именно про наслаждение понимаете удовольствие я наслаждаюсь собой по девятки педакли я кайфую и тогда я могу вот как-то рождаются какие-то идеи на чем я могу зарабатывать вы генератор каких-то знаете хочется сказать источников заработка то есть у вас если заработок есть он не не с одного канала по крайней мере вот я вижу два три мелких но почему-то они мелкие вот ваша задача как-то знаете их соединить и присоединить к чему-то к одному большому ключевому каналу здесь почему-то я не вижу чтобы какой-то вот ключевой канал то есть вы по моему еще даже ну то ли не знаю доросли недоросли здесь вот вопрос создать этот знаете вот плодовитость плодородность вот не идет какая-то вот удача вот ваша удача знаете она будет связана с тем когда у вас спокойный ум когда у вас спокойную когда мир в голове хочется сказать когда мир в душе тогда вы как будто бы заслужили богатство изобилия вот вам нужно научиться успокаивать успокаивать себя находиться в гармоничном состоянии вот только сказала и вы был у нас король мечей да то есть до холод нужно переносить не на эмоции а холод нужно переносить на разум то есть ваша голова она должна быть чистой она должна быть ясный ваш разум он должен быть спокойным и прозрачным понятие знаете принятие уметь славливать необходимые какие-то волны вот сказала я про удачу попадает колесо фортуны ну вот как не улыбаться до таро прям в потоке работаем я правда на опережение карта но в любом случае здесь вот колесо фортуны да еще раз повторюсь и скажу по колесу фортуны у нас всегда уроки проходят непосредственно связанные с тем что с финансами и вот именно с удачей а но в данном случае материальные и когда что-то идет не так вы сразу это понимаете по психосоматике вы начинаете болеть люди по колесу фортуны болеют только тогда когда у них нарушен обмен вот именно принятие удачи и отдачи когда они беспокойны да когда их мотает по ободку колеса вот прям по кругу идет это ваш сценарий вот вам здесь это нужно научиться понаблюдайте за собой когда вы такие знаете расслабленные ничего такого вас особенно не напрягает то есть деньги по сути мне знаете показывает как этот вот опять-таки этот фонтан я улыбаюсь мне показывают значит прекрасный изящный парк в этом парку парке саду сад скорее всего очень много цветов растений и мне показывать некое такое колесо как мельница на как меньше вот колесо которая деревянная причем крутится и вы только как она крутится да идет вот прям вода течет ну то есть когда колесо останавливается крутится и вода как будто бы останавливается как-то вот здесь вот этот механизм как-то так сделано очень красиво так вот это вот краски напоминает что вы останавливаете свой поток когда вы начинаете волноваться вот вам запрещено волноваться как только вы начинаете волноваться у вас перекрывается сразу финансовый поток вот прям сразу отследите это и с другой стороны И когда вода, это все-таки наши эмоции, состояние, когда вы находитесь в внутренней такой какой-то гармонии, умиротворении, наслаждении, вам хорошо, вам приятно, вам комфортно, опять-таки по пендаклям, вот все прям течет, как вода, и деньги есть, и жизнь удалась. Как только вы начинаете переживать, выключаете, что, блин, ну это нереально, так не может быть, что что-то у меня все хорошо, что-то, значит, где-то отберут. Вот все, вы включили волнение, и у вас прям удача сразу ваша перекрывается. Вообще по жизни вы такой достаточно должны быть удачным человеком. Если удача вас обходит стороной, значит, что-то нарушено, какой-то баланс. Потому что изначально задумывалось так, что ваша душа вам должно вести, вам должно вести в деньгах. С любовью сложно, но в деньгах вам должно вести. Если вам везет в любви, значит, вам сложно везет в деньгах. Здесь вот как раз любовь является вот этим вот аспектом духовности, то, что вам нужно сгармонизировать, да, вот это вот ваша задача души. Найти между материальным и духовным баланс, то есть между любовью, если понятным языком, и деньгами. Прямо это выражение, да, не везет мне в картах, повезет в жизни, почему. В картах, может быть, кто-то играет в казино, да. Повезет в любви, да. Вот здесь об этом. Ну, все. Все, вроде бы мне все сказали здесь в потоке. Еще раз хочу поблагодарить Александра за идею расклада, за приятные, теплые слова. Надеюсь, вам расклад понравился. Хочется сказать, если кого-то интересует именно глобина трактовок раскладов, то есть если вы коллега, и вы уже разбираетесь прекрасно на втором, у вас есть уже какая-то база, вы умеете трактовать, я вам очень порекомендую приобрести курс Древа Жизни, потому что он действительно поможет вам расширить не только трактовки арканов, а понять более глубокий смысл, который вложен в Таро. То есть не обесценивать Таро исключительно на какие-то бытовые вопросы, да, любит, не любит, что думает. Я соглашусь, это вот прям необходимо, да, действительно, когда есть какие-то сложности в отношениях, которые ты хочешь понять. Но все-таки этот инструмент, он настолько глубокий, что можно его использовать и более эффективно, что ли, хочется сказать, по назначению, да, не так примитивно. Вот, поэтому я вам рекомендую приобрести этот курс. Не потому что он мой, а потому что, вот, блин, столько в нем глубины, и даже если вы и курс не приобретете, я бы вам порекомендовала почитать книги по древу жизни. Вот, ну, действительно, найдете много-много зерна знаний для себя и посеете вот именно в своей голове. Тем более, если вас интересует развитие. А я с вами прощаюсь до новых раскладов. Всем пока-пока. Прекрасного дня, настроения. И удачи в вашей жизни.